Во-первых, я благодарен вам от лица правительства за то, что вы приняли наш бюджет на будущий год. Наш, подчеркиваю, общий для всей республики. Он действительно сложный. И год предстоящий, я полагаю, будет непростой. Но, тем не менее, еще раз хочу повторить, все те свои социальные обязательства, а из немногим более 70% бюджета, правительство республики, безусловно, исполнено. Хотел бы перед тем, как, скажем так, сказать, на перспективу прокомментировать ту дискуссию, которая уже сегодня здесь прозвучала, со своей точки зрения. Мы всегда рассчитывали на то, что и на комитетах, и на заседаниях Урала мы будем встречать конструктивный диалог. и, если нужно, конструктивную критику. Сегодня это и было, собственно. Однако же в некоторых проявлениях своих я... В некоторых проявлениях эта дискуссия носила, ну, если хотите, может быть, несколько некорректный, может быть, даже непрофессиональный характер. Это и касалось выступлений, касающихся полномочий региональных и муниципальных в части детского дополнительного образования. Это и касалось в части полномочий федерального правительства и регионального правительства по обеспечению профилактическими диагностическими процедурами для призывного населения страны. Это и касалось в части распределения подушевого дохода в сфере медицинского обязательного образования. Ну, вот тут я бы хотел, уважаемые коллеги, подходить более трезво и здраво. Потому что, поверьте, мы с вами сегодня говорим за этим столом и в этом зале те вещи, которые слушает все население нашей республики. И уж, по крайней мере, в их глазах мы должны выглядеть по меньшей мере профессионально. В том числе, соотнося население республики в 280 тысяч, из них застрахованного на треть меньше, и соседние регионы, где от 1,5 до 2,5 миллионов населения только лишь. В том числе, учитывая понятие индексации, совершенно верно, правильно здесь Сергей Харович сказал, индексация тех расходов, которые идут, и по поручению президента фонда обязательного медицинского страхования, несмотря на общее сокращение расходов на здравоохранение, растут, и в том числе по Калмыкии, это тратный факт. Далее, я хотел бы отметить очень серьезную тему, которая сегодня затрагивается. Я, безусловно, разделяю, что она является для правительства и для всей общественности нашей республики проблемой номер один, вернее, вопросом номер один, не проблемой. Я имею в виду подготовка юбилейных мероприятий к 70-летию Победы. И эта работа ведется не сегодня, и начнется она не завтра. Она ведется планомерно на протяжении вот уже многих лет. Государственную программу мы с вами приняли, если вы не ошибаетесь, в 2012 году. И с тех пор мы пошагово движемся к ее реализации. И вот такие заявления о том, что уж на районных муниципальных уровнях мы не видим ничего, говорить нельзя. Здесь присутствуют в зале те люди, которые, во-первых, непосредственно реализуют эту программу. Я имею в виду главы районных муниципальных образований, главы городских округов. И непосредственно, безусловно, представители ветеранской общины, которые контролируют и мониторят ситуацию в этом направлении. Да, нам, безусловно, нужно подчистить свои хосты и уже на рывке подготовки к праздничным мероприятиям сделать все, чтобы мы выполнили, во-первых, все эти обязательства по дорожной карте, которые у нас есть, и, может быть, даже сделали что-то дополнительное. Теперь, что касается, ну, так называемых точек роста, обозначенных в одном из выступлений. Ну, здесь для меня тоже вызывает удивление сентенции по поводу того, что мы не уделяем внимания и реальному сектору экономики, в частности, проблемам импортозамещения. Вы, уважаемые депутаты, да, согласен, здесь правительство нарушило рекламу и вариант второго чтения был представлен не в сроке, но извините.